Когда я впервые увидел его на экране, от него чуть ли не электричество исходило. Невероятная харизма. Он притягивал как магнит. Двигался так ловко, почти по кошачьи. Я был в восторге. Его движения, позы, взгляд. Все говорило за него. Там были эпизоды, в которых ему даже говорить не приходилось. В Советском Союзе большинство зрителей узнали лишь в 80-х, спустя более 10 лет после его смерти. Когда в перестроечных видеосалонах появился фильм «Путь дракона» режиссера и главного героя Брюса Ли, то он просто перевернул все привычное представление о кино, боевых искусствах и возможностях человека вообще. Сейчас кажется, что таких киногероев не делают. Для зрелищной картинки есть современные спецэффекты и графика. В распоряжении Брюса Ли ничего этого не было. А часть его трюков и вовсе сняты только на черно-белую пленку. Он потратил много лет на то, чтобы достичь непревзойденной ловкости, скорости и силы удара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шпаны и уличных драк Прорвался на вершину мировой славы, а потом его в один миг не стало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok